Когда на выставке CS в начале года Intel объявила, что 11-е поколение их процессоров будет построено снова на 14-нанометровой архитектуре, это вызвало некоторые вопросы. Но что мы имеем всего несколько месяцев спустя? i5-11400, если не лучший, то один из лучше продающихся процессоров. Почему? Просто Intel сделала несколько правильных и логичных шагов. Первый — цена. Сейчас 6 синих ядер обойдутся дешевле, чем 6 красных, если говорить о самых свежих поколениях. При том, что производительность на ядро никуда не делась, у Intel с этим исторически все хорошо. Второе — это то, что теперь разгон памяти доступен на H- и B-чипсетах 500-й серии. Ну и третье — Resizable Bar. Это технология, позволяющая процессору получать более прямой и быстрый доступ к памяти видеокарты. Если быть точнее, то к RTX 3000 линейке. Все вместе это делает сборку компьютера на Intel сейчас вполне целесообразной. Собственно, сегодня мы на одну такую и посмотрим, и сопоставим вот эти теоретические преимущества с реальными показателями. В моем случае здесь стоит i5-11600K, потому что мне было интересно посмотреть, насколько актуален разгон для 11-го поколения, учитывая вот все вышесказанное. Кстати, похожую сборку можно купить в Ситилинке, либо же собрать свою собственную в удобном конфигураторе. Также в Ситилинке огромный выбор телефонов, гаджетов для дома, кухонной техники, автотоваров, всяких штуковин для дачи, ну и конечно же компьютерного железа на любой вкус и бюджет. Видеокарта в этом красавце RTX 3060. Ее я выбрал по двум причинам. Она должна была идеально подходить к i5 по бюджету, ну если бы не текущая ситуация с ценами, конечно. И я не успел ее протестировать на старте продаж. 3060 Ti у меня на тесте была, а вот просто 3060 нет. Ну и оперативной памяти тут 32 гигабайта двумя планками по 16. При общей цене такой игрушки на памяти экономить уже смысла нет. Итак, вначале давайте посмотрим на Resize Bar в действии. В этой системе он дал прибавку в 4-5 кадров в секунду. Не во всех играх, но, например, в Assassin's Creed или Horizon Zero Dawn прибавка есть. А с учетом того, что для ее получения ничего не требуется, то есть не нужно подбирать параметры в биосе или проводить стресс-тесты, достаточно просто активировать Resizable Bar, это здорово. Ну и во всех дальнейших тестах так и оставим его включенным. Еще интересный момент. SSD накопитель в этой сборке тоже фирменный интеловский. Если вы вдруг не знали, Intel еще и накопители делает. Так вот, этот из линейки 670P и объемом в 1 терабайт. У него 144-слойная QLC память, 8-канальный контроллер и очень адекватная цена для SSD такого объема при максимальной скорости в 3,5 гигабайта в секунду. А сравнивать будем вот что. Процессор в стоке он тогда держит 4.6 по всем ядрам в паре с оперативкой на частоте 3200, с разогнанным i5-11600K до 5 гигагерц и с памятью на частоте 3800. Взять стабильные 4 гигагерца на ней, к сожалению, не удалось, хотя это были бы, конечно, красивые цифры, но и так результаты отличные. И начнем тесты с новинки. Resident Evil Village. Получите разрешение, на максимальных настройках получаем 128 кадров в среднем. Это очень комфортное значение даже для высокочастотных мониторов. Однако если включить лучи, то на счетчике останется всего 72 кадра в среднем. Это все еще замечательно, просто нагрузка от этой технологии до сих пор каждый раз удивляет. Разгон поднял средний показатель со 128 до 142, это без лучей и в Full HD. Ну и нужно учитывать, что это в реальном геймплее, так что погрешность выше, чем в бенчмарках. В Quad HD и с лучами разница уже едва заметна, всего от 1 до 3 фпс. Еще в пятом ассасине можно увидеть прирост от разгона, но тоже, если следить очень внимательно, потому что прибавка составила аж 2 кадра. 60 в стоке, и 62 в разгоне в Full HD, и 46 против 48 в Quad HD. Но еще раз напомню, это уже при включенном ресайз баре, который уже прибавил кадров 5. По сути, мы сейчас упираемся в возможности видеокарты, и процессор даже вдвое мощнее ситуацию не изменит. В более старой и менее требовательной Odyssey, например, результаты одинаковые, что в стоке, что в разгоне. 63 кадра в Full HD и 50 в Quad HD. Хотя, возраст игры это не всегда показатель, потому что в Far Cry в Full HD разгон дал прибавку в 4 кадра. Получилось 123 и 127 фпс соответственно, а вот в Quad HD уже разница в пределах погрешности. 85 и 86 кадров на максимальных настройках. Еще большую разницу я ожидал увидеть в Shadow of the Tomb Raider, она как раз очень чувствительна к памяти. Но нет, что на частоте оперативки в 3200, что 3800, что с парацом в стоке, что на 5 гигагерцах, все идентично. 106 фпс в Full HD и 70 в Quad HD. А вот от Киберпанка я уже особо ничего не ожидал, ну по крайней мере до очередного большого патча с ним вроде все понятно. Но тем не менее мы подвергли его подробной проверке. И результаты следующие. Full HD на максималках естественно играбельно, и даже разгон дал прибавку в пару кадров, 68 и 70 соответственно. Включение лучей роняет фреймрейт сразу до 32 в стоке и 35 в разгоне. Но DLSS сглаживание творит чудеса, и при его включении снова видим на счетчике около 60 фпс. Это со всеми наворотами. В Quad HD на максималках все еще играбельно, но уже менее плавно. Тут даже большой объем видеопамяти ситуацию не спасет. 41 и 42 кадров в стоке и разгоне соответственно, и всего около 20 если включить лучи. Ну а DLSS сглаживание уже позволяет поиграть на уровне 45 кадров. Собственно его как и Resizable Bar смысла отключать нет. Mafia Definitive Edition играбельна даже в Quad HD. Почти ровно 60 фпс с неизбежными просадками в катсценах. В Full HD фреймрейт и вовсе уходит выше 85, но разгон тут ничего ощутимого не дает. И точно такая же картина в Horizon Zero Dawn. 95 и 96 кадров в Full HD и 71 в Quad HD. В итоге мыслей сразу много. Ну во-первых, i5-11600K реально может держать 5 ГГц. Мы его даже до 5,1 раскочегаривали, но там уже нужно было сильно задирать напряжение и начинали сильно расти температуры. Но чтобы реально почувствовать прибавку от такого разгона нужна видеокарта уровнем выше, а то и двумя. С RTX 3060 Prod справился без проблем даже в стоке. Это делает 11 поколение неожиданно универсальным. Если интересно попробовать, разгоняй. Не хочешь, просто включи Resizable Bar и все. Никаких проблем с производительностью или ее нехваткой тут даже близко нет. И камень не из среднего сегмента реально способен вытянуть топовые карты. Если бы еще можно было конечно найти в продаже эти самые топы. Я бы может тогда чуть больше мнения высказал про 3060, про то что странно, что у нее памяти больше чем у TI версии и в Quad HD я от нее ожидал чуть больше. То что это отличная карта для ультра настроек в Full HD, но только для средних в Quad HD. Это была бы хорошая карта за рекомендованную цену. Но давайте сейчас об этом всем не будем, потому что какая разница, если в магазинах ее все равно найти крайне сложно. Ну и теперь думаю попробовать протестировать этот i5 с 3070 например, чтобы проверить его запас, в том числе и на 5 ГГц. Пишите если вам это тоже интересно, ну и подписывайтесь чтобы не пропустить. У меня на сегодня на этом все. Спасибо за внимание, увидимся в новых выпусках. Пока!